Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и лихач на электросамокате попался на радаре. Это первое подобное нарушение. И Гая задачна, что с этим делать. Так что ищут фотографа в нашей столице, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то лет 30 мы нашли первыми. И сейчас он сам объяснит, куда так спешил. Фото недели не меньше. В чем же секрет этого фото в его простоте? Человек на снимке на ровном месте, что называется, стал обсуждаемой личностью. Казалось бы, едет себе на самокате и все тут, но этот самокатчик оказался самым быстрым в стране. Зафиксировано документально. Мы отыскали того самого призрачного гонщика, попавшего в объектив камеры фотофиксации. Я 10 лет работал на автобусе международником, водителем. Сам работа механика понимает, на чем я езжу. То есть я бы не разгонял корча какой-нибудь, допустим, до скорости какой-то. Я аж отдаю отчет. Я ж не лезу в пробки, я не лезу в нахолюгу, там не подрезаю никого никогда. Что же это за самокаты, на которых уже не нужно отталкиваться ногой? Чудо-машина. Два электромотора по 1200 ватт каждый разгоняются на сотни в час за секунд 15. Встать на него без шлема и защитной экипировки все равно, что прыгнуть с самолета, не взяв парашют. Разгоняется он до 100 км в час и выше. Ну, то есть, и тут объективно, то есть, гонять на такой скорости, ну, я не рекомендую, как бы, этот. Есть тут, ну, как бы, свои же, там, грубо говоря, настройки, что он едет и 30 км в час и больше не позволяет. На этом аппарате, в принципе, и было зафиксировано нарушение 75 км в час при положенных 60. Сейчас мы проверим, на что этот аппарат способен. Действительно ли он может разогнаться до такой скорости? И сравним мы его с байком и с автомобилем. В принципе, он стартует быстрее, чем автомобиль, но чуть медленнее, чем мотоцикл. Но это не игрушка. Разогнать самокап получилось до 80 км в час, но будь на этой площадке попросторнее, выжить можно было бы и все 100. Есть аппараты и поспокойнее. Моноколесо, к примеру, едет в три раза медленнее, зато ощущения не сравнятся ни с чем. Вы испытываете такую некую эйфорию, как будто бы вы находитесь в таком полете, в тарении, что ли, над землей. Самые, наверное, такие еще плавительные эмоции – это на поворотах, когда вы поворачиваете, прям бабочки в животе такие идут. Хорошо плывут, так и хочется сказать, несмотря на погоду. Впереди прогноз, смотрите Метеогит, а мы увидимся через неделю, она пролетит быстро. Все-таки плавание – это не мое, а вот самокат за время съемок я успела полюбить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok